Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях режиссер Михаил Егоров. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы приехали к нам из Москвы. Да. Для того, чтобы поучаствовать в творческих мастерских, которые проходили в Театрин Собор. Ну, изначально, да, это были творческие мастерские, это такая театральная лаборатория. Там было три режиссера из Москвы, из Питера. И делали пьесы для детей и подростков. Михаил, насколько вы вообще часто выезжаете из Москвы для того, чтобы поучаствовать вот в таких... Последний год, простите, что перебиваю, последний год часто. Да, то есть я за последний год умудрился бывать в Архангельске в такой лаборатории, в Сибири, в городе Шарыпово в такой лаборатории. Ну, сейчас есть определенная потребность, да, для того, чтобы приезжали молодые режиссеры у театров. Да, приезжали молодые режиссеры и что-то делали. Что-то интересное, то, что не привычный театр, чтобы артисты театра работали, ну, с другим взглядом, с другим мышлением. Вы сказали об интересе театров, а для режиссера чем это интересно? Ну, во-первых, ну, как бы тебя узнают. Если ты делаешь то, что ты делаешь хорошо, тебя вот зовут потом это доделать, да? Вот меня позвали. Вот, собственно говоря, в этом и есть интерес. Плюс к этому, ну, как, ты же каждый раз сталкиваешься, ну, как бы ты становишься более опытным человеком, более каким-то умелым, потому что сроки обычно очень сжатые, и нет возможности, ну, как бы тратить время или, там, например, тратить силы на какие-то лишние вещи. Поэтому начинаешь очень, как бы, очень точечно, очень пытаться, начинаешь уметь быть точным. Насколько я понимаю, творческие мастерские в нашем Рязанском театре не были первым опытом у вас. Вот если сравнивать с другими городами, другими театрами, ваше впечатление от театра Нособорной? Вы знаете, во-первых, это очень красивый театр. Это, ну, поразительно красивый театр, ну, как снаружи, а внутри вообще просто феноменальный. В нем есть какое-то, ну, вот какая-то очень хорошая, добрая, хорошая аура, которая, там, и людьми, и зданием, и, видимо, каким-то еще чем-то создано. Вот, он про зельницы красоты, и я сейчас говорю про, да, про внешние, а внутренние, он очень, там очень хорошие люди. Это не особенность театра именно Нособорной, как-то мне, то ли мне везет, то ли это некая внутренняя, ну, вера, что ли, да. Да, то есть ты приезжаешь к артистам с внутренним убеждением, что они могут все. Ты приезжаешь, они могут все. Расскажите, как проходили творческие мастерские и чему они были посвящены? Они были посвящены работой с пьесами для детей и подростков. То есть там было три пьесы. То, что делал я, это Ярослава Полиновича и они вернутся. Валерия Приходченко делала совсем детскую такую пьесу, сейчас я ошибусь с именем, Алзажаса Жанайдарова «Душа подушки». И Наталья Лапина из Петербурга, она делала «Танец Дели» Ивана Воропаева. А если можно, чуть подробнее расскажите о пьесе. Значит, это, скажем так, пьес состоит из двух частей. Значит, в первой части мы знакомимся с девочкой Аней, которая выпускница или воспитанница, как правильно сказать, детского дома. Но у нее все складывается очень удачно. Она отличница, ее отправляют учиться в университет, потом она оканчивает университет. Она отличница, она вот такой психотип, что называется. Она, видимо, хорошо заканчивает университет, она поступает в аспирантуру, ее собираются отправить в Америку на какие-то симпозии. Ну, в общем, все складывается хорошо. В один прекрасный момент. Один ее там одноклассник, однодетдомовец приходит и просит, слушай, возьми, оставь у себя вон там вещичку, я вечером приду. Ну, она по каким-то своим моральным принципам отказать ему не может, оставляет, уходит в институт, потом ей звонят и говорят, там у тебя нашли наркотики, все, милиция и так далее, и так далее. Она не знает, что делать, и ей говорят, ну, там вариантов этой пьесы у автора очень много, там есть варианты, когда ее забирают в милицию, не забирают. Вот мы делаем ситуацию, что ей какой-то добрый человек говорит, что не надо никуда возвращаться. Пьес называется «Я не вернусь». Ее ждут, что она вернется в детдом, но она говорит, я не вернусь. Ее ждут, что, значит, туда вернется, я не вернусь. Ей говорят, слушай, прячься. У нее возможности спрятаться особо нет, кроме одной. Она маленькая, ее все принимают, ну, все не дают ее возраст, и она прячется в подростках, вот в этой вот подростковой среде. Она оказывается снова в детприемнике, ну, как это, приемник-распределитель, в общем, детприемник, не знаю, как это правильно называется, в общем, в каком-то таком месте, да, значит, проходит какой-то жизненный путь там, знакомится там совсем с маленькой девочкой Кристиной, которая хочет добраться к своей бабушке в Владивосток. Ну, пьес написана в Екатеринбурге, но мы не делаем этот акцент, мы просто убрали город, и получается, что это в Рязани, то есть через всю страну практически, да. Вот, и в какой-то момент за детьми приезжает ее любимая когда-то учительница из того самого детского дома, ну, то есть, и она понимает, что она сейчас будет как разведчик, она близка к провалу. И она вынуждена бежать из этого замечательного места, где она прячется, а эта девочка, ну, маленькая, она бежит с ней, ну, просто за ней, что ли, да, и собирается одна ехать, вот. Значит, наша героиня понимает, что, в общем, других педагогов, других взрослых, она же взрослая, то есть, несмотря на то, что все принимают ее за подростка, других взрослых ее сопровождать не могут, не будут и, в общем, и так далее, и так далее, потому что там есть какие-то, бабушка очень старая, формальные не могут оформить, ну, там какие-то начинаются, вот. И она просто сопровождает, вот, вторая часть пьесы, это такая road movie, кино-путешествие. Люди едут и встречают разных других людей, и рассказывают им какие-то свои истории. То есть, вот, на мастерских вы ставили отрывок этого спектакля, а сейчас работаете над полной версией. Мы уже, я бы сказал, практически близки к завершению работы, потому что сегодня в 2 часа дня в Театре премьеры этого спектакля. То есть, мы бы успели показать, вот, в рамках мастерских, мы показали, по-моему, 40 минут или 45. А сегодня показываем, там, полтора часа или час-двадцать, там, немножко, в зависимости от дыхания. Да, ну, вот, примерно в два раза больше, потому что мы всю вторую часть в мастерских показали в виде, в общем, клипа такого, то есть, обозначили, чтобы зрителям был понятен сюжет. Вот, а сейчас мы этот, эти, там, две минуты клипа театрального, мы его просто развернули и показываем все вместе. Вот. То есть, получается, что теперь этот спектакль – часть репертуара. Да, этот спектакль уже часть репертуара, потому что, ну, такой генеральный прогон сдачи, или как назовите, как хотите, это было вчера. А с сегодняшнего дня, все, он уже в январе стоит в репертуаре. Двадцатого или двадцатого, я сейчас не помню чисел. Ну, в общем, в двадцатых числах января он уже стоит как репертуарный спектакль-театр. Ну, то есть, в новогодние праздники зрителям не предлагается его посмотреть, потому что он не новогодний? Он, ну, он, конечно, имеет какое-то легкое отношение к такому далекому жанру, который назывался когда-то «Рождественский рассказ». Ну, это просто история. Она может быть, в Новый год, там просто нет никакой новогодней темы, там никак не зацепишься. Вот. Потому что в новогоднее время театры работают новогодние елки. Правильно. И это, вот. А когда елки пройдут, и артисты немножко придут в себя, зрители уже предложат этот спектакль, который отстоится, выдержатся, надышится с кислородом и будет уже хорош, я надеюсь. Ну, что ж, все-таки в связи с тем, что приближаются новогодние праздники, мы поздравляем вас с выступающими праздниками. Желаем вам творческих успехов. Очень надеемся, что еще не раз вы приедете к нам в Рязань и порадуете нас своими постановками. Спасибо большое. Будем надеяться, что так и будет. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова